Российская сторона в ближайшие день-два спорит о отстранении наших тяжелоатлетов от участия в Олимпиаде. Апелляция будет подана в арбитражный суд. Как сказано в официальном сообщении Международной Федерации тяжелоатлетики, сборная не допущена на игры в полном составе, так как российские спортсмены нанесли серьезный урон репутации этого вида спорта. Четверо из восьми заявленных на соревнования штангистов фигурируют в скандальном докладе Макларена. Двое имели проблемы с допингом в прошлом. Напоминается также перепроверка семи проб, взятых на Олимпиадах в Пекине и Лондоне. Они оказались положительными. Чистая политика, бандитизм и цинизм в высшей степени, так комментируют сейчас новые случаи применения принципа коллективного наказания, при этом отмечают, что отсутствие наших спортсменов отрицательно скажется на качестве конкурентной борьбы в Рио. Сейчас будут выигрывать те, кто вообще даже в шестерке бы не были. Зачем это нужно? Кому это нужно? Ну и у медали она цениться не будет. Суть этой медали, ценность этой золотой медали. Если вы хотели этим действием подарить кому-то медали, так они им не нужны. Они не ценны, их никто не оценит. Это пустышка, это как деревянная медаль. А в борьбе, да, это круто. Почему спортсмены всегда стояно перестали плачать? Из-за того, что они отдали этому очень много сил, поэтому они плачут. Потому что они горды за свою страну, они горды, что они этого добились. Ранее от участия в играх была отстранена наша сборная по легкой атлетике, также в полном составе, за исключением прыганий Дарьи Клишиной, давно тренирующейся в США. Стоп-листей из-за допинговых скандалов показались и десятки спортсменов других видов. При этом глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сегодня не исключил, что в отношении российской сборной в Рио могут быть устроены провокации, в частности в Олимпийской деревне. Добавлю, по последним данным, на главных стартах четырехлетия смогут выступить 266 наших атлетов.